Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире передача «Просто о вере» и я, её новый ведущий, отец Максим Фортнов. Часто люди ходят в храм, бывают на службах, но к Таинству Исповеди не подходит. Где-то это по незнанию, но бывает так, что и от страха. Чтобы рассеять все эти сомнения о том, что такое Таинство Исповеди, мы поговорим с настоятелем храма в честь покрова Пресвестой Богородицы, село Дубового Умёта, Иреем Назаром Курбановым. Отец Назарий, здравствуйте! Отец Максим, здравствуй! Как вам на месте, на котором обычно я сидел? Замечательно, очень волнительно, и надеюсь, что нам удастся хорошо побеседовать и донести что-то доброе, благое до наших телезрителей. Да, мы с отцом Назарием поменялись местами, по крайней мере, на какое-то время. Отец Назарий, я думаю, вы часто исповедуете людей и сталкивались вот с этими проблемами того, как человеку сложно впервые подойти к священнику и начать вот эту исповедь. Вот как вы можете дать какие советы? Может, сначала расскажете, в принципе, про историю таинства исповеди, что это такое, откуда она пошла? Ну, мы, конечно же, говоря об истории, начинаем всегда с Ветхого Завета. И в Ветхом Завете есть примеры покаяния, примеры в Священном Писании. Это покаяние царя Давида, покаяние жителей целых городов, как, например, когда пророк Иона пришел в Ниневию, стал проповедовать, говорить о том, что их ждет за их беззаконие, то жители этого города принесли Богу покаяние. Причем это покаяние проявлялось даже во внешних действиях, то есть голову посыпали пеплом, разрывали на себя одежду, накладывали на себя пост и таким образом испрашивали у Бога прощения. В том числе в Ветхом Завете существовало еще и такое жертвоприношение за грехи человеческие, то есть там приносили ягненка к алтарю и произносились грехи, которые совершили человек. И в знак раскаяния, в знак покаяния этих грехов приносилась такая жертва Богу. Ну и мы знаем, что последний из пророков, притеча Христов, Иоанн Креститель, крестил людей в реке Иордан и принимал от них как раз-таки покаяние. То есть люди приходили к нему на реку Иордан, исповедовали свои грехи, и там через погружение в воду принимали крещение. И эта практика была новой. То есть такого не было, чтобы в воду погружали, исповедовали грехи. То есть здесь уже была отсылка на такой обряд омовения, который был в Ветхом Завете среди иудеев. И уже далее, когда Господь родился, Господь пришел на землю и проповедовал, мы знаем, что в Писании Господь дает апостолам власть вязать и решить. Он говорит, когда отправляет учеников на проповедь, говорит, что те, кому вы отпустите грехи, отпустятся. На ком оставите, оставите. И впоследствии мы знаем, что в церкви сначала исповедь была публичной. То есть в древних христианских общинах люди, если совершали грех, они исповедовали свой грех перед всей общиной христианской. Впоследствии потихонечку церковь стала отходить от практики такой публичной исповеди перед всей общиной в пользу исповеди частной перед священником или епископом, как преемниками вот этой апостольской благодати, апостольской власти, если можно так назвать, вязать и решить. И впоследствии в итоге церковь именно оставила исповедь такую частную. Мы знаем, что в царской России дореволюционное время Иоанн Кронштадтский прибегал к практике общей исповеди. Опять же, это было связано с тем, что очень много народу приезжало к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, и физически у него просто не было сил каждого индивидуально исповедовать. Иоанн Кронштадтский публично перечислял грехи, которые мог совершить человек, и человек, если был грешен в этом, он вслух перед всеми произносил грешен. То есть в некой степени можно сказать, что был такой частично возврат к общественной исповеди, потому что если человек говорил грешен, то люди, кто рядом находились, тоже слышали, понимали, ага, вот батюшка назвал этот грех, человек, значит, публично исповедовал. То есть определенная смелость тоже нужна была, чтобы вот так вот публично рядом с людьми исповедоваться. Но опять же, потом в итоге все равно человек подходил под Епитрахиль, и священник читал разрешительную молитву. Впоследствии, после революции, эта практика применялась в советское время, когда тоже священников стало мало, а народу храмов стало тоже мало, и народ приходил в один храм, и очень много людей желало исповедоваться, и бедный батюшка один просто, опять же, физически не мог порой индивидуально всех исповедовать. Поэтому священники в советское время прибегали к практике общей исповеди, но впоследствии, опять же, когда храмы стали открываться, мы потихонечку вернулись снова к практике индивидуальной исповеди. Слава Богу, сейчас священников везде в основном хватает, и редко, может быть, только в больших соборах, если по каким-то причинам священник один или их двое, они служат, им, может быть, тяжело индивидуально большое количество народу исповедовать, то иногда практика общей исповеди встречается сейчас. Но в основном все-таки исповедуются люди, конечно же, индивидуально. И даже больше скажу, что особое внимание уделяют именно людям, которые первый раз приходят на исповедь, первый раз приходят в храм. Это всегда трепетный момент для человека. И очень важно, что мы, священники, сейчас стараемся этим людям уделить особое внимание, чтобы помочь сделать вот этот первый шаг на встречу к Богу, и чтобы далее человек остался в церкви и сделал все остальные шаги. Вот если вкратце об истории исповеди, я думаю, можно так вот сказать. – Отец Назарий, вот вы несколько раз употребили слово «грех» и употребили такие еще слова, как «раскаяние» и «покаяние». А вот можете более подробно для наших зрителей рассказать, что такое грех и чем раскаяние от покаяния отличается? – Грех – это то, что разделяет нас с Богом. Грех – это преступление перед Богом, перед Вечностью, перед людьми, то есть это то, что является противоестественным на самом деле для нас. Грех – это то, чего не должно было быть в мире, и грех – это следствие как раз-таки падшей природы человеческой, падшей воли нашей. Это вот если говорить о грехе. Теперь разница между раскаянием и покаянием. Раскаяние – это осознание, собственно, грехов. То есть осознание того, что ты поступил неправильно, что ты совершил плохой поступок, но это осознание не всегда может явиться причиной того, что человек пожелает исправиться. Он может это понять, он может это осознать, но при этом ничуть не стать лучше. Пример такого раскаяния мы видим в Евангелии, когда Иуда Искариотский предает Христа, и далее он понимает, что он предал кровь неповинную, и даже в Евангелии написано о том, что он раскаялся, вернулся к первосвященнику, вернул им деньги, которые ему заплатили, и он произнес даже фразу «согрешил я, предав кровь неповинную». Но самое важное, что раскаяния было, но покаяния не было. Почему? Потому что он пошел и повесился. А покаяние подразумевает изменение жизни, подразумевает изменение ума. Я думаю, многие, наверное, уже слышали, что по-гречески покаяние — это метаноя, что в буквальном смысле означает перемену ума, то есть изменение ума. То есть покаяние подразумевает, что человек меняет свою жизнь. Он не просто осознал, понял свой грех, свой плохой поступок, он старается его исправить всеми возможными силами души, которые у него есть. И покаяние, оно не подразумевает отчаяние, уныние или того, что человек опускает руки наоборот. Покаяние — это дар, который Господь дает человеку, и человек, сколько бы раз он ни падал, он старается каждый раз вставать и бороться с тем грехом, с тем злом, который есть внутри его, который в итоге его ведет не к отчаянию, не к самоубийству, как с предателем Иудой, но ведет его в Царство Небесное навстречу Богу к обожению. Отец Назарий, а вот очень часто люди, когда первый раз только подходят к исповеди, они боятся самого формата исповеди. Вот можете для зрителей пояснить, как непосредственно исповедь совершается? Максим, я зайду немножко с другой стороны. Есть такой пример, о котором я говорю на беседе с крестными, с родителями, когда речь заходит о причастии, об исповеди. Вот, допустим, в жизни происходит ситуация, что человек совершил какой-то плохой поступок, обидел человека, предал его, ну или еще что-либо. И впоследствии он раскаялся, то есть он понял, что он совершил плохой поступок, что он плохо поступил с человеком, очень сильную обиду ему нанес. И далее он желает действительно принести покаяние, он желает исправить эту ситуацию. Но что сделает нормальный человек, который обидел другого? Он пойдет к нему и попросит у него прощения. Причем сделает это не просто по телефону смс-ку напишет или позвонит, скажет, слушай, прости меня. То есть он понимает, что он совершил серьезный проступок, серьезный грех. И нужно пойти, глядя в глаза человеку, испытывая палитру чувств, стыд, переживания, страх. Опять же, страх того, что может быть человек тебя не простит. Может быть человек тебе выскажет что-то за то, что ты сделал, может быть наоборот произойдет еще какая-то больше ссора, но всю эту палитру чувств, эмоций человек преодолевает, ведомые одним чувством, чувством покаяния, желанием исправить то зло, тот грех, который он совершил. И он идет в дом к тому человеку и, глядя ему в глаза, преодолевая все вот эти эмоции, просит у него прощения. Вот исповедь можно сравнить, таинство исповеди, вот с таким же походом к Богу, потому что человек может где-то там в комнате покаяться, попросить у Бога прощения наедине с ним. И действительно, если это искренне, Господь такое покаяние тоже принимает, потому что Господь видит сердце человека. Но если человек называет себя православным христианином, возникает вопрос, почему ты не хочешь сделать следующий шаг? Вот хорошо, ты понял, ты раскаялся. Почему ты тогда не хочешь прийти к Богу, в его дом и лично у него попросить прощения? Если ты православный христианин, ты же знаешь, что есть таинство исповеди. Ты же знаешь, что Господь ждет твоего прихода к нему. Почему ты не хочешь делать следующий шаг? Вот исповедь является таким шагом. Ты приходишь в дом Божий, в церковь, ну как правило, в церковь. Где служит священник и уже перед священником исповедуешься Богу. То есть мы прощения просим на исповеди, очень важный момент, что мы прощения просим у Бога в своих грехах, не у священника. Но если только священник там соседом не является этого человека, он его лично чем-то не обидел, тогда конечно можно и у священника прощения попросить. А так мы исповедуемся Богу и лично у него просим прощения. Вы правильно сказали, многие люди переживают, потому что испытывают такую же политру чувств, политру чувств. Стыд, страх, переживание, как я буду говорить, а что мне священник скажет, а вдруг меня священник поругает, но все это не важно, если ты действительно раскаиваешься в своих грехах, если ты каешься перед Богом и желаешь примириться с Богом, соединиться с Ним, ты идешь к Нему в Его дом и просишь у Него прощения. И в данном случае священник на исповеди выступает как свидетель и как проводник божественной благодати, как тот, которому дана благодать от Бога, вязать и решить. Поэтому, как происходит исповедь? Человек приходит, слушает молитвы сначала перед исповедью в храме, затем иногда в больших храмах приходится и в очередях постоять, это, конечно, тоже отдельный момент. У нас некоторые батюшки очень переживают и возмущаются, что людям приходится в очередях еще и в храме стоять. Но, к сожалению, такое иногда бывает. И уже вот, когда доходит очередь человека, он заходит к священнику на исповедь. У кого-то исповедь происходит прямо в центре храма, перед всеми, да, люди поодаль стоят. У кого-то это особые места. Вот у нас в храме есть прям закуток такой, за стеночку заходит, что тебя не видно. Но если громко не заговорит, не слышно. И человек подходит на исповеди и кается Богу в своих грехах. Формат исповеди, он может быть разный. Это может быть беседа с Богом, да, то есть вот ты просишь прощение Бога. Это может быть формат беседы со священником, формат там ответа на вопросы священника. Это неважно. Главное, чтобы было раскаяние. И после того, как человек вслух произнес все свои грехи, в которых он раскаивается, священник читает над ним разрешительную молитву, чем свидетельствует о том, что человек получил прощение в своих грехах. Здесь важно понимать, что, еще раз повторюсь, священник выступает как свидетель, как тот, через кого Господь действует на человека. И бояться переживать о том, что священник что-то будет потом рассказывать кому-то или возникнут какие-то моменты. Но это странно. Все, что сказано на исповеди, остается только на исповеди. Об этом знает Господь Бог, священник и человек, который исповедуется. Все, есть у нас в церкви такое понятие, как тайна исповеди, что священник не может и нельзя священнику разглашать то, что было сказано человеком на исповеди, вплоть до серьезных мер по отношению к самому священнику, если он это правило нарушит. Поэтому, если говорится о таинстве исповеди, оно происходит именно вот так. Опять же, как и в любом таинстве в церкви, важным центральным моментом является искренность самого человека и вера, который приступает к этому таинству. Если человек подходит к исповеди формально, что сейчас я список грехов напишу и зачитаю его, и все, батюшка прочитает разрешительную молитву, все, у меня теперь море по колено, я пошел дальше делать то, что делал. Это никакое не покаяние, это просто отношение к исповеди как к какому-то магическому обряду. Если ты пишешь какой-то грех, это подразумевает, что ты в нем действительно раскаиваешься и желаешь этот грех исправить. И в исповеди как раз таки ты свидетельствуешь искренность своего намерения и искренность своего покаяния. Поэтому очень важно на исповеди, чтобы это было искренно. Невозможно на исповеди загнать кого-то из-под палки «давай, иди кайся». Иначе оно не будет иметь того эффекта, которое должно иметь на душу человеческую. Отец Назарий, а вот вы сказали про список грехов. Очень часто получается так, что человек, впервые подходя на исповедь, не до конца понимает, а вообще в чем непосредственно ему нужно каяться, что церковь называет грехом. Вот, может, вы посоветуете какая-то, может быть, есть специальная литература, которая позволит христианину подготовиться непосредственно к самой исповеди, чтобы он это сделал где-нибудь дома, заранее, и уже к исповеди подошел именно в таком более подготовленном состоянии, значит, с неким вот таким перечнем грехов. Ну, есть базовый ориентир у нас — это Священное Писание. У нас есть в Священном Писании 10 заповедей, есть заповеди блаженства в Святом Евангелии, и, ну, грубо говоря, вот от этого мы отталкиваемся. Читаем, открываем 10 заповедей, какие они, и смотрим на свою жизнь, нарушили мы их или нет, читаем заповеди блаженства. Удается нам соответствовать тому, о чем сказал Христос или нет. Другое дело, что люди, которые только воцерковляются, только приходят в храм, не понимают зачастую глубину заповедей, которые есть в Священном Писании. В этом плане, конечно же, у нас есть различные брошюрки, которые помогают подготовиться человеку к исповеди. То есть там, ну, они практически в каждом храме есть. Есть книжки разного формата, есть формат, формата беседы, где задается вопрос, ответ, есть в формате просто перечисления, что вот такая-то заповедь, какие-то грехи к этой заповеди относятся. То есть это вот, если говорить так вот формально, то у нас есть литература, есть, во-первых, Священное Писание с заповедями, и, во-вторых, есть брошюрки, которые помогают понять, а какие грехи относятся к этим заповедям, и какие они вообще бывают. Потому что на самом деле, действительно, человек, когда открывает вот эти книжки, начинает читать, говорит, о, а я даже не знал, что это грех. Другой момент, что бывает иногда перегибы в этих книжках, поэтому, если есть вопросы, когда человек, например, именно вот по таким брошюркам готовится, то лучше, конечно, записать эти вопросы и задать на исповеди священнику. То есть священнику, батюшка, а является ли это грехом, или а почему это грех, а что это такое, иногда люди даже не понимают вообще, о чем идет речь, там, какое-нибудь скверноприбычество или мшелоимство, и так далее, и так далее. Но моя практика, когда я вот первый раз беседую с людьми, я все-таки стараюсь делать упор на том, чтобы человек задумался над своей жизнью, проанализировал ее, то есть не сразу бежал за справочником, да, и за брошюркой, а просто сел наедине, может быть, там вечером или когда, один и задумался над своей жизнью, особенно если это первая исповедь его жизни, в чем я хочу покаяться, за что я хочу попросить у Бога прощения, что я считаю в своей жизни я сделал неправильно. И вот это должно стать ядром первой исповеди человека, то есть совесть есть в каждом человеке, не надо быть великим знатоком для того, чтобы понимать, что вот тут ты совершил плохой поступок, а вот тут хороший. То есть совесть — это голос Божий в каждом человеке, и все-таки мы живем в стране православной, многие из нас крещены в православной вере, поэтому все-таки наш нравственный ориентир, он все-таки больше направлен в сторону Бога, в сторону христианской нравственности, в этом плане совесть нам будет подсказывать правильную вещь. Поэтому человеку просто надо, если он готовится к исповеди, сесть, задуматься и подумать, господи, что я сделал не так, какие грехи я совершил, что я хочу исправить в своей жизни. И если человек будет честен перед собой, то он действительно может найти грехи, которые действительно он совершил, может быть, какие-то он уже исправил, но не каялся в них, может быть, в каких-то он до сих пор пребывает, и действительно в нем появится покаяние и желание исправить эти грехи. А впоследствии уже потом, когда человек уже придет на исповедь, там уже батюшка, конечно же, ему может и вопросы задать, и подсказать, но вот важно не превращать исповедь в такой формальный подход, что вот просто ты взял брошюрку, сухо переписал все грехи и перечислил их священнику. То есть в первую очередь нужно, чтобы этот процесс был такой тайной, общение человека с Богом, чтобы человек действительно задумался над своей жизнью, и в определенном смысле нужно и молить об этом Бога тоже, потому что видение грехов – это все-таки дар. Иногда действительно бывает такое, что люди, готовясь к исповеди, приходят к выводу, что грехов никаких нет, что вроде-то у меня все в порядке, я не убивал, не воровал, все время, всю жизнь работал, трудился ради своих детей, внуков. Я порядочный человек, мне не в чем каяться. И в этом плане, конечно же, нужно молиться Богу. Нужно просить и говорить, Господи, как мы в молитве Ефрея Массирина читаем, да, даруй мне видеть мои согрешения и не осуждайте брата моего. То есть покаяние – это все-таки дар. Дар от Бога, и видение грехов – это тоже дар от Бога. И поэтому, когда ты сталкиваешься с проблемами, в чем мне каяться, а какие у меня грехи, да вроде у меня в жизни все в порядке, нужно хотя бы начать с того, чтобы помолиться Богу. Господи, даруй мне видеть свои грехи. И дай Бог, чтобы это видение было действием такой божественной благодати без каких-либо серьезных происшествий. Потому что, к сожалению, вот такое видение грехов, оно открывается через очень печальные ситуации, которые происходят в жизни человека. Как правило, через его падение, к сожалению. Но именно вот через эти падения порой у человека открываются глаза на самого себя, и человек желает изменить собственную жизнь. Поэтому дай Бог, чтобы этот процесс был не таким болезненным, чтобы это происходило не через какие-то скорби или серьезные грехи самого человека, а вот именно через такое стремление к Богу, через молитву. В противном случае человек просто так или иначе будет все больше погружаться в пучину греха до тех пор, пока перед ним не встанет выбор. Либо принести покаяние исправец, начать искать правду, начать искать истину Бога, либо все дальше погружаться на дно. Поэтому вот если в итоге говорить о подготовке, да, есть заповеди, есть брошюрки, но все-таки основная подготовка должна заключаться в том, что человек должен задуматься над своей жизнью, должен подумать, что он делал не так, и принести покаяние сначала в те греха, которые как бы лежат на поверхности, которые сковывают человека, которые не дают ему прийти в храм, не дают ему покоя. И затем уже можно дальше открывать литературу, читать, постигать, а что значит быть христианином, а что есть грех. И тогда для человека многие-многие вещи откроются, и более того, они будут открываться тогда, когда человек будет пытаться их в жизни воплощать. Человек все больше будет постигать, на самом деле, что грехов у него множество, но это приходит только через практику духовной жизни. Без практики понять, что ты грешник, ну просто невозможно. Спасибо большое, Отец Назарий, за такой подробный разговор о Таинстве Исповеди. Надеюсь, для наших зрителей это было интересно. Действительно, Таинство Исповеди позволяет человеку прийти в храм и обратиться к Богу, как к Отцу Небесному, и искренне покаяться в своих грехах. Это дает возможность восстановить отношения между мною и Богом. И как Отец Назарий замечательно сказал, что не надо ждать, пока гром грянет среди ясного неба. Значит, это порой стоит сделать многим раньше. Ну а бояться Таинства Исповеди не нужно. Священники ровно точно такие же грешники, ничем не отличающиеся от тех людей, которые к ним приходят. Просто нам Бог дал вот эту вот власть вязать и разрешать. Именно поэтому мы приходим к священнику, мы сами исповедуемся также у друг друга, наткаемся также в грехах перед священником, и все вместе становимся единым целым со Христом уже в Таинстве покаяния. Спасибо большое, Отец Назарий, за эту передачу. С вами, дорогие зрители, мы прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин